На библейский портал Экзигет поступил вопрос, как лично убедиться в чудесах? Часто так батюшка спрашивает, а вот вы видели чудеса? Во-первых, чудом является, что я еще живой. Во-вторых, чудеса мы видим каждый день и уже настолько к ним привыкаем, что перестаем относиться к ним как к чудесам. Это обыкновенная наша жизнь, а то, что люди иногда называют чудом, каждый священник через свою жизнь пропустил огромное количество. Вот у апостола Матфея написано, что род лукавый пролюбодейный ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени он и пророка. Ибо как и он, а был очревик кита три дня и три ночи, так сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. И в послании коринфянам апостола Павла, ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, но мы, проповедуем Христа, ищут чудес, и ищут мудрости, и Бог им не дает чудес. Потому что человек, ищущий чудеса, он не ищет Бога, он ищет его проявления в этом мире. А чудеса это есть, понимаете, это наша обычная жизнь. Если вы внимательно посмотрите, посмотрите к себе. Вот как священнику мне иногда приходится с людьми разговаривать, особенно там, где священников нету, никогда в жизни не было. И в первую очередь люди что начинают рассказывать священнику? Вот, батюшка, в моей жизни было то-то и то-то и то-то. И начинают рассказывать, как то-то, то-то, то-то происходило, и когда священник говорит, ну какие вот выводы? А какие выводы ты сделал из этих чудес? Если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, то увидите, что чудес недостаточно. Просто не всегда люди видят, что это чудеса, и не всегда видят, что именно в этой жизни появлялся рядом с тобой Бог, и Он тебя куда-то направлял, и ты должен был сделать какие-то выводы. Ну, раз, два, три, четыре. И знаете, как в той притче, когда человек тонул и все ждал, когда меня Бог спасет. Меня Бог спасет. И рядом пропорвало бревно, он за него не ухватился, рядом пропорвала лодка, он за него не ухватился. Радом пропорвали люди, и говорили, залазь к нам, вот, нет, нет, меня Бог спасет. И когда он все-таки утонул, он к Богу отпращается, ну где? Он говорит, я три раза к тебе приходил. И в нашей жизни так бывает. Господь приходит к нам и в реальных проявлениях, и в людях, и в событиях каких-то. Но мы не видим Бога. Наша самая главная беда в этом мире, что мы перестаем видеть Бога. И когда перестаем видеть Бога, то перестаем видеть его проявления в этом мире. И увидев очередное чудо, мы раньше можем поверить какому-нибудь фокуснику или лицедею, чем поверить в то, что на самом деле Бог из ничего может сделать чего. И чудо происходит прямо на твоих глазах, в обычных обстоятельствах. Не нужен для этого каких-то особенных обстоятельств и предупреждение, что вот сейчас будет чудо, и после этого вы наконец-то поймете, что Бог есть, и Он сильный. Нет, такого в вашей жизни тоже не будет. Поэтому лично убедиться в чудесах очень просто. Вы начнете ходить в храм, регулярно исповедоваться, причащаться. Начните что-нибудь с собой делать. И когда вы эти физические потуги реализуете на борьбе с какой-нибудь своей личной страстью, и вы поймете, что это было первое чудо. А потом будет и второе, и третье, и четвертое, и пятое. И ваша жизнь превратится в одно сплошное чудо. И когда-нибудь вы тоже поймете, что то, что вы живете, это и самое большое чудо на свете. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.